привет друзья меня зовут кузнецов сергей я приветствую вас на своем канале о художественной татуировки тату 35 рус сегодня выпуск посвящен противопоказаниям для нанесения тату всем известно что татуировка эта процедура которая выполняется с нарушением кожного покрова поэтому вычекает множество противопоказаний не пренебрегать этим противопоказанием нельзя первое существенное противопоказание это беременность и кормление грудью не рекомендуется делать татуировки во время этих процессов во время этих периодов подумайте о себе и не только подумайте о здоровье вашего ребенка даже при безопасном нанесении татуировки картина крови может меняться а также могут возникать воспалительные и аллергические реакции следующее противопоказание это сахарный диабет в тяжелых формах при сахарном диабете кровь сворачивается хуже что может повлечь за собой неприятные последствия как плохой рисунок так и последствия для здоровья важным противопоказанием является плохая свертываемость крови в целом я думаю что не стоит объяснять почему также противопоказанием является как повышенное давление так и пониженное это может повлечь за собой ряд последствий нельзя делать татуировку во время обострения инфекционных рота вирусных простудных и прочих заболеваний противопоказанием является наличие аллергии различные степени тяжести на те или иные компоненты и красящие вещества проверить наличие аллергии на татуировочные краски можно путем нанесения маленькой точки в незаметном месте татуировочные краски на тело и просмотрев реакцию кожи важным противопоказанием является наличие вещь инфекции не забывайте вы представляете не только себя свое здоровье но и мастера и всех других клиентов если не сообщаете об этом мастеру когда приходите подобными проблемами и конечно же очень важным противопоказанием является ваш возраст не забывайте об этом если вам запрещают делать татуировку родители ваш возраст не позволяет вам сделать татуировку самостоятельно то подумайте и не делайте не подставляйте своего мастера и не подставляйтесь сами под удары родительского ремня конечно если вы выглядите как котенок маленький и глупый вы приходите мастер сразу же понимают что к чему и отправляют вас домой за мамой с папой за разрешительной распиской но если вы выглядите как здоровый баран и мастер не поймет что вам нет определенного возраста и вы сделать эту татуировку и родители будут против просто вы получите ремня мастер проблемы зачем так делать это нехорошо поймите это нельзя так делать очень важным противопоказанием к нанесению татуировки является алкогольное объединение не являйтесь к мастеру пьяном непотребном виде поймите это некрасиво это нехорошо это будет плохо заживать мастеру будет неприятно с вами работать иногда от вас просто не отделаться в таком состоянии и некоторые мастера могут взяться но так нельзя поймите это возможно будет и плохое качество и негатив в работе и вообще в целом останется неприятное впечатление как у вас так и у мастера обо всем происходящем если вы не понимаете все перечисленное выше если вам без разницы на то что было сейчас сказано то поймите татуировку вам тоже делать нельзя очень важным противопоказанием татуировки является то что вы идиот татуировки должны делать приятные взрослые позитивные люди с художественным настроем с художественным видением желающие воплотить свою душу на свою кожу помните об этом иногда человек спрашивает себя созрел я для татуировки или нет хочу я сделать татуировку или нет боюсь я или не боюсь есть элементарный тест таких тестов много я расскажу сейчас один из них отличная проверкой на свою зрелость на готовность сделать татуировку является то как вы рассказываете о вчерашнем вечернем похождении своей жене или своим друзьям посмотрите на себя со стороны если вы выпили вчера ведро водки и жене парите с утра у милая думаем так ну посидели там вот по писярику конечно запротоколировали но я вообще почти не пил вообще почти не пил вот чуть-чуть и все мы не пили боль лёха да лёха ну знаешь лёху я нет я вообще сидел смотрел как они в карты поиграли там удочки закинули это самое ну и все все я не пил мне просто так смотрела смотрела меня вот если вы приуменьшаете количество алкоголя то возможно вам пора делать татуировку вы взрослый зрелый человек а если же вы улетели с пол стопки с друзьями и на следующий день рассказываете мы так бухали так нажрались я пил короче вот и спашили смашили короче так бухали там еще потом еще пацаны подошли я короче сидел там вообще наливали там и пиво было и все что угодно вот короче если вы его так рассказываете на следующий день и знаете что это неправда короче татуировку делать вам просто рано подумайте об этом в следующем видео я расскажу как посчитать свой возраст до которого не надо делать татуировку а после какого возраста обязательно нужно делать татуировку когда уже может быть поздно в каждую минуту обязательно посмотрите следующее видео и так а на этом это видео заканчивается я надеюсь что слова мои не пройдут мимо возможно я что-то упустил напишите об этом в комментариях я сниму другой ролик я поправлю этот все что угодно я жду ваших комментариев спасибо за просмотр ставим лайк кому понравилось кому не понравилось можете поставить дизлайк можете просто закрыть это видео подписывайтесь на мой канал скоро будет очень много много интересного смотрим следующее видео